Жители поселка Липцы Харьковской области полгода провели в оккупации. Близкое расположение поселка к российской границе позволило российской армии захватить Липцы в первые же дни вторжения. Из практически пяти тысяч жителей выехали, еще не вернулись больше четырех тысяч. Оккупанты не смотрели на полый возраст, забирали и держали в подвале даже пенсионеров. Андрей Яковин пообщался с местным населением и познакомился с 71-летней женщиной, которая, будучи в плену оккупантов, нагадала на картах сокамерникам дорогу домой. Смотрите, что еще предсказала пенсионерка. Жительница поселка Липцы, что к северу от Харькова, пенсионерка Мария Шевченко увидела полномасштабное российское вторжение из окна своего дома. Я смотрю в окно, что идет или минометный обстрел, или что-то там бросает, бросает, бросает. Вижу, уже в наш огород прилетает и попадает прямо в угол нашей крыши. И в этот момент я стояла у окна и прилетает в окно. Я упала вместе с кошкой. Ничего, жива. Ее поселок был оккупирован в первые дни вторжения. Большинство людей выехали, а те, кто остался, прятались в подвалах и погребах. Мария Алексеевна пустила в свой подвал всех соседей. Пенсионерка рассказывает, оккупанты часто приезжали проверять количество проживающих в ее подвале. Парней и мужчин они забирали и увозили на допросы. Пытали страшно. Соседского парня Андрея допрашивали восемь раз. Амара тоже пытали электрошокером. А Андрея пытали током. Они еще воду на человека льют. Крики от боли во время пыток слышала собственными ушами. Оккупанты поместили ее в подвал за эту фразу. Одной рукой дают, а другой убивают. Одной рукой дают, а другой убивают. Они услышали это. Потому что, когда забрали и повели на допрос, говорили, вспоминайте, что вы сказали о нас. 71-летнюю пенсионерку держали в сыром складском помещении 10 дней. Вместе с ней сидели одни мужчины. Чтобы как-то разряжать обстановку, вспомнила свое давнее умение – гадание. Примерно на пятый день я говорю, а ну-ка дайте мне карты. Кину я себя, а то сколько я тут буду сидеть? Достали меня эти расисты. Кинула и говорю, нет, еще посижу. Карты не врут, говорит Мария Алексеевна. Рассказывает, всем мужчинам, кто находился с ней в плену, карты предвещали. Дорогу домой. Взяла я карты, а со мной сидели Леша и Сережа, отец и сын. Леша первый. И ну что, говорю, и одному, и второму. Завтра пойдете домой. И представьте себе, их завтра отпускают. И знаете, что тогда произошло? Ко мне уже очередь. После такой истории мы попросим Марию Алексеевну погадать и нам. На победителя в войне. На столе два листа. На них изображены два Владимира – Путин и Зеленский. Женщина не знает, кто изображен и где чей портрет. Интересы этого человека победят интересы этого. Женщина говорит, судя по ситуации на фронте, ее предсказания потихоньку начинают сбываться. И свидетельство тому – ее родной поселок. После того, как ВСУ выбили оккупантов из липцев, женщина часто приходит сюда, на берег озера. Сюда же приходит и соседка Наташа. Они вместе пережили бомбежки в подвале и сейчас благодарят за исполнение желаний свою золотую рыбку. У нас тут тоже есть золотая рыбка. Вы тоже можете загадать желание, и оно сбудется. Мы загадывали все, чтобы украинские войска пришли в липце и нас освободили, чтобы у нас был мир. Это сбылось. Главной терапией для женщины после пережитого стала ее пасека. Она успела собрать мед до плена. Но после пришлось ремонтировать некоторые домики пчел, ведь они были насквозь прошиты осколками. Сейчас она с мужем собирают айву и грушу в собственном саду и верит, что предсказание сбудется уже в ближайшее время. Андрей Яковин, Алла Перумова, Белсад, Липцы, Харьковская область, Украина.